Третий парад памяти стал самым массовым в истории проведения мероприятий. Собрал рекордное число участников. Около 4,5 тысяч человек маршем прошли по площади Куйбышева. С трибун за шествием наблюдали почетные гости. Ветераны Великой Отечественной на их глазах развернулась реконструкция одного из переломных сражений в истории войны – битвы за Москву. Дарья Болгова с подробным отчетом. На площади Куйбышева выстроились все участники парада памяти. Последние приготовления. До того, как над площадью прозвучала команда, гости торжества возложили цветы в память о том Куйбышевском параде 41-го года. О подвиге советских солдат говорит губернатор Николай Меркушкин в своем приветственном слове. О долге, о совести и связи поколений. Парад памяти помогает глубже осознать величие подвига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами. Именно с этой площади они, печатая шаг, уходили на фронт. Многие из них, практически половина, отдали свою жизнь за родину. Но то, что они совершили, будет жить в веках. Парад! Для встречи слева! На крыльях! Нам получить торжественным шагом выходит знаменная группа. Первыми чеканец шаг – самые молодые. В этом году парад посвящен 70-летию со дня создания суворовских военных училищ в России. Как будто много лет назад марш отдается эхом. В 41-м году отсюда уходили прямиком на фронт десятки тысяч человек. Как и много лет назад, в небо над Самарой поднялись военные самолеты. Такие же, как и тогда. Площадь Куйбышева перенеслась на десятки лет назад. Самара вновь, как и в 41-м году, вторая столица. В параде памяти приняли участие 4,5 тысячи человек. Такого масштаба мероприятия еще не было. 90 строевых коробок по 48 человек прошли маршем, чтобы отдать честь тем, кто за них воевал. Уверен, что на будущий год, уже в параде 2014 года, по площади смогут пройти кадеты, которые будут учиться в кадетском училище в нашем Самарском. После марша проход в военной технике. Вся мощь Советского Союза и современной России. Парадная часть завершилась неожиданно. На центральной площади Самары разыгралось настоящее сражение. В реконструкции битвы под Москвой приняли участие не только профессиональные артисты, но и воспитанники детских домов в Тольятти, Самаре и Чапаевске. Утруженицы тыла Ирины Лобановой, как и 72 года назад, на глазах слезы. На войне был муж. И то время бесконечное ожидание вести с фронта. Она помнит, как будто это было вчера. И вот как вот такие вот моменты, я как будто вместе с ним вот была там вместе. Так очень тяжело. Тяжело. Но в Тольяттике мы победили. Победили. Фронт и тыл были вместе. Вот на этом. Поэтому, наверное, мы и победили. Организаторы максимально попытались передать атмосферу сороковых. После окончания официальной части на площади работала выставка техники. Ходили солдаты в форме военных лет. Работала фронтовая кухня. И обязательный патефон. И старые песни. О самом главном. Дарья Болгова, Дмитрий Алатрацев. Новости губерния.